Генеральная прокуратура России признала несоответствующей действительности информацию пользователя соцсетей о ситуации в 6-й городской больнице Твери. Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором женщина, доставленная в лечебное учреждение, была возмущена условиями для пребывания пациентов в отделении, куда ее разместили. Подробнее в нашем следующем репортаже. Я сейчас нахожусь в состоянии какого-то сюра полного, как будто это происходит сейчас не со мной. Значит, меня на скорой помощи привезли в 6-ю инфекционную больницу, которая закрыта под коронавирус. Значит, это моя палата. Сейчас попытаюсь вот просто снять. Посмотрите, это палата, в которую меня поместили. Это отрывок из пятиминутного ролика, который был снят одной из пациенток в 6-й городской больнице Твери. Женщина жаловалась на условия, в которых вынуждена находиться. Так, она говорила о том, что пациентам не выдают медицинские маски, лица с подозрением на коронавирус содержатся совместно с другими больными, инфекционное отделение больниц Твери переполнены зараженными пациентами, которым предоставляется одноразовая посуда для многократного использования. Но большее негодование направлено на кровать, где женщина и должна была лежать. Это кровать, в которой мне сказали лежать. Я не знаю, кто на ней лежал дальше. Мне сказали, что это свежая кровать. Вот это вот. Это так лежат больные. Посмотрите. Это шестая инфекционная больница, которую закрыли под инфекцию. Вот это вот сейчас. Я буду вот здесь лежать. Я буду лежать головой на батарее. Видеоролик взорвал интернет в конце минувшей недели. При этом после просмотра люди делились на два лагеря. Тех, кто активно поддержал автора видео, и тех, кто назвал происходящее постановкой. Причем второй группы оказалось больше. Просто нерваны. Вы серьезно? Это не гостиница. Вы лучше волнуетесь о том, чтобы там были все лекарства и аппараты ВЛ. А нерваны и простыни. Похоже на фейк. Я только выписался из этой больницы. Скажу вам откровенно, что это постанова. У знакомого дочь переболела коронавирусом в Испании. Лежали практически на улице с перегородками из ширмы. Всю ночь шум, кашель, стоны, лечения практически никакого. Только если дышать не можешь, тогда реанимируют. Но все старались держаться и друг друга подбадривать. Поэтому и видеоистерика от них нет. Это видео посмотрели и сами врачи 6-й городской. Анестезиолог-реаниматолог Евгений Ларин снял ответное видео, на котором показал, как на самом деле выглядят палаты, где лечат больных с коронавирусом. Чистое помещение с медицинским оборудованием, опрятные кровати, стоящие на положенном расстоянии друг от друга. О том, что это фейк, говорят и студенты из медицинского колледжа Вышнего Волочка, которые сейчас работают в инфекционном отделении больницы. Сразу после первого видео пациентка сняла и второе. Оба ролика наделали шума в интернете. В итоге генпрокуратура заинтересовалась и провела соответствующую проверку. Согласно информации Управления Роспотребнадзора по Тверской области, от 17 апреля 2020 года по результатам обследования инфекционного отделения 6-й городской больницы установлено, что его наполняемость заболевшими составила 83%. В настоящее время в городе Твери имеется 200 койко-мест, предназначенных для лечения больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, развернутых на базе 6-й городской больницы и областной клинической больницы. Также указано, что одноразовая посуда после приема пищи пациентами утилизируется как отходы класса B после предварительного обеззараживания. Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям. А в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы, также ограничить к ним доступ. Сейчас женщина удалила все видео со своей страницы. Однако после этого проверки не закончатся. Данным делом уже заинтересовались официальные структуры от регионального бенздрава до контролирующих органов. Об итогах их проверок мы расскажем в ближайших выпусках новостей.